Динамо 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 Наверняка, по крайней мере, скажут, давай, пеногент, помню, так вот, скорее всего. Хороший шанс для хозяев! Нет! Нет! Не судьба в первой половине этого матча, видать, там голы, скорее всего. В данном случае не просто вывалился один на один игрок, а две такие хорошие передачи. Сначала на Миронова, потом на Брюклина и дальше на Афиногенова в три передачи получается. И момент был отличный у Максима Афиногенова. Есть еще вот ощущение, которое надо проверять третьим периодом, минуты после восьмой, десяткой, а то и позже, что складывается впечатление, что лежание чуть-чуть устаёт. И вот это самое первое в матче заброшенное шайло случается на сороковой минуте. Тренеры, они вот чувствуют, когда инициатива переходит, да, когда получается-получается, и потом вдруг соперник начинает поднимать голову. У нас же это слово теперь даже прописывают, да, на русском языке. Вот он, момент, он в действии. Очень часто за период переходит из одних рук в другие по нескольку раз. И вот я говорю, в сегодняшнем матче это было просто заметно. Когда динамовцы оборонялись, оборонялись, потом получили возможность... Получили две уже, две. Да, и забросили за этот короткий отрезок второго периода. За четыре секунды до конца второго периода, я думаю, что решили судьбу этой встречи. Забросили две. Да, и это Кирилл Лямин, для него это первая заброшенная шайба в этом сезоне. Первая заброшенная шайба в форме московского Динамо. Предположим, трюкнул, который занимает это, но он очень далёк из этого возраста, казалось, как-то... Шибачок, Петерсон! Ну, это был бы самый красивый сегодняшний гол. Вообще не вопрос. Складывалось впечатление, что, может быть, отчасти дело в том, что Рига поцела. Федически, но вот сейчас по третьему периоду это бы, наверняка, не как-то ушло бы. Да, в общем, незаметно. Так что, наверное, это показалось во втором периоде. Поэтому, собственно, я и говорил, что не факт, что это дело как-то. Вот, не факт, что он и оказался. Четыре минуты у Риги осталось на спасение. Это было столкновение у него с Бенджамином Маршалом, так они достаточно активно боролись. Вот, да, вот здесь было столкновение. И столкновение достаточно чувствительное. А дальше Игумнов вроде как поехал на смену. Но с трудом он передвигается, то есть ничего дальше не было. Это именно следствие того столкновения. И он, ну, как бы по инерции, я так понимаю. Так, пока что 56 минут активной игры в атаке рижского «Динамо». Ноль заброшенный шаг. Двадцатый. Двадцатый. Возвращаясь, процитирую классику. Александр Павлович Кавадов. Из неизгонного, потому что только сегодняшняя, да? Пять очков у двадцатого «Динамо». Из них четыре передачи, в котором с огромной долей вероятности не должна была бы их получить. Потому что в конце второго периода Шаига должна была вроде как везти. Тем не менее, свою работу на встрече выполнили. Ну, ура! И сейчас да. Две минуты до конца. Ну, даже сейчас, каждый секунд это перечет. Минута пятьдесят четыре. И тогда, ну, я показал, что шайба защитна. Да, взятие ворот. Таким образом был нанесен бросок, после которого шайба оказалась в ворот. Имел ли к этому отношение Ричардс Гринбертс? Если да, то это повод задуматься, правильная ли эта шайба. Кардинально ничего не изменится. Именно, кстати, благодаря шайбе, которая, ну, на настоящий момент не является победой. Во второй шайбе Петерсона. А вот и Дмитрий Яшкин со своим голом. И Петерсон тоже был на льду. Ну, а передачу сделал, естественно, кто? Вадим Шпачок перехватил шайбу на синей линии зоны Рижского Динамо. Сделал пару шагов в центр и сблинулся с воротами. Ну, и отдал передачу на Дмитрия Яшкина, потому что Третьяк выкатился уже под бросок. Третьяк выкатился.